Аллилуйя, дорогие друзья, приветствую вас во имя Иисуса Христа. Да, пусть Божий мир придет прямо сейчас в ваше сердце, потому что без мира Божьего у нас переживания в жизни, стрессы, депрессии, нету радости. Но когда приходит мир, это знаете, это как сытость для человека. Когда он только что страдал, ему нечего было есть, он поел, ему хорошо. Вот так же мир для души, когда тебе хорошо, и тебе должно быть хорошо. Иисус пришел на эту землю, чтобы тебе было хорошо. И две вещи я хотел бы вам сегодня пожелать и оставить, вдохновить. Оставайтесь голодными, оставайтесь жаждущими по Богу. Потому что если у нас не будет этих двух факторов, то мы ничего не сможем от Бога получить. Блаженны плачущие, блаженны алчущие. Понимаете, Иисус говорил, что блаженны, ибо они насытятся. Бог будет давать тем, кто голодный. Аминь. Итак, тема проповеди «Привилегии сыновей Божьих». Мы с вами живем в одной из самых удивительных времен. Мы настолько хорошо живем, что хочется напомнить и поговорить об этом. Часто мы думаем, мы в такое страшное время живем. У нас того, того не хватает. Сегодня мы увидим, что у нас есть то, что не было у тех, кто был до нас. У нас такие привилегии, о которых и Давид, царь Давид, библейский Давид, он даже и подумать не мог. Царь Соломон во всей своей славе не мог иметь то, чего имеет простой верующий сегодня. Хоть мы и живем во время прогресса, когда не надо за водой в мороз ходить к колодцу. За водой, представляете, чтобы воды тебе помыться, вскопятить, чай и так далее, приготовить еду. Или ночью ходить в туалет, который на улице, через дорогу. Представьте, я приспичила, и тебе надо одеваться, идти, переходить улицу. Вы спросите, о чем ты говоришь? Я был даже в таких ситуациях, и во многих местах еще до сегодня даже есть такие условия. Или знаете что, или ездить на лошадях и ослах. Однажды, когда я был на миссии, мы даже были бы рады ехать на лошади или на осле, а то все пешком ходили, пойти навестить кого-то, скажем, 3 километра, 5 километров, а потом обратно еще столько же, туда сходить. Знаете, один был автобус на весь город, один автобус, и мы ни разу не ездили на нем. Но сегодня хотелось бы поставить ударение на духовные вещи, на привилегии. Понимаете, даже брать, если физические вещи, мы сегодня, чтобы умыться, мы встали, два шага сделали, находимся в теплой ванне, с комфортом, теплая вода, все, тут же умылся, в душ принял, тут же сходил, у тебя кофе капает, там поел, то, все, все, позвонил с телефоном, без этого длинного провода. Молодежь даже не понимает, о чем идет речь. Но даже я достал, хоть я молодой, застал это время, когда телефоны были на проводах. Если у тебя длинный провод, то ты король, ты ходишь из комнаты в комнату. Сегодня столько удобств есть, что мы даже этого не ценим, мы не замечаем этого, мы как будто принимаем, как будто это должно. Но моя сегодня речь, мое сегодня послание, это ударение на духовные вещи. Сегодня, представьте, Бог так близок к человеку, как никогда раньше. Он не просто, раньше он был в трех километрах, сейчас он в полтора километра приблизился, в целых два раза ближе стал. Нет, не в этом измеряется. Бог переехал внутрь человека. Он теперь живет внутри человека. Внутри своих детей Бог живет. 2 Коринфянам 6,16 говорится, Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живого. Как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Вселюсь в них, у Бога были планы, переезд, новый переезд, и жить в новом месте. Не просто во святом святых, знаете, в этой палатке, за ширмой, а жить внутри каждого человека, каждого рожденного его ребенка. И это происходит сегодня. Мы только призвали имя Иисуса Христа, попросили войти в наше сердце, покаялись в грехах. И Бог входит в наше сердце, в нашу жизнь. И мы такие, а что здесь такого особенного? Да вы не представляете, что раньше люди даже подумать о таком не могли. И, чтобы им встретиться с Богом, это из всего народа, жребий, кому только выпадет. Никто не знал, кто это будет. Это мог быть только один из первосвященников. Если ему выпадала эта честь, то у него была не радость, а страх. Потому что, когда он встретится с Богом, он не знал, останется ли он жив, или он умрет. И бывало такое, что умирали священники, когда раз в год они должны были входить во святое святых и приносить жертвы за весь народ, молиться, туда приходил Бог. А Бог свят, а человек грешен. И получалось так, что если священник был не до конца свят, то он умирал от святости Божьей. И, знаете, он спешил. Все это было в темноте, там лампадки горели внутри. Там не было такого света. Там не было такой картинки. Там не было чая, кофе, друзья. Там был страх, что сейчас придет Бог, и я могу умереть. И он должен был за народ просить прощения и по-быстренькому выбегать. И если он выбегал, у него одышка, слава Богу, выжил. Потому что еще не имели той благодати. А некоторых за ногу вытаскивали, за веревочку. Веревку привязывали к ноге и вытаскивали священника. Знаете, как рыбу, как на рыбалке. Вытащили, как альпиниста. И все. Мы сегодня общаемся с Богом. Мы говорим Ему «ты». Мы не говорим Ему «вы». Бог, можно вас спросить? Не хотели бы вы меня благословить? Мы не говорим. Мы говорим «Отец, ты в слове своем сказал, что ты благословляешь меня. Я верю, я принимаю, я стою на слове твоем, на обетовании твоем». Ему это нравится. Израильский народ. Библия говорит, Слово Божие говорит, что это был избранный народ. И через Авраама, который послушался Богу, поверил Богу. Бога это больше всего угождает, когда Ему доверяют. Когда Ему верят. Он говорит, Ему верят. Без всяких доказательств, без всяких фактов. Ему просто верят на слово. И Авраам был таким человеком. Бог призвал его. Я не знаю, по какой причине, откуда он появился вообще, Авраам. Он даже евреем не был. Он был из ура халдейского. И Бог его призвал. И говорит, выйди из дома родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе укажу, и я произведу от тебя великий народ. И мы знаем, что Бог произвел великий народ, Израиль. И через этот народ пришел к нам Спаситель Иисус Христос. Аллилуйя. И мы теперь дети Божьи, потому что приняли Иисуса Христа. Мы вошли во Христа. Мы находимся в Нем. Израильский народ был избранным народом Божьим. А мы рожденные дети Божьи. Это большая разница. Когда ты избран, народ Божий был избран, да? Израиль был избран. И всех других народов. Но генетика у них не была Божья. Это не было произведение Бога. Это не было от Его семени. Это все равно там было семя бунта, семя греха. И мы видим, как Бог говорил, и как Он даже наказывал свой народ. И позволял захватывать другим народам. В рабство их отдавал. Чтобы они задумались. Чтобы они начали вопить к Богу. Чтобы они каялись. И это на протяжении всего Старого Завета. Бог посылал пророков. Не для того, чтобы передать просто хорошую новость. А для того, чтобы привести людей к покаянию. Потому что люди далеко отходили от Него. Мы же не просто избранный народ. Мы раньше вообще не могли даже мечтать о том, что имел избранный народ. Потому что они имели заповеди. Они имели живого Бога. Как-никак они имели. Они имели закон. И если ты исполняешь закон, ты будешь жив. Мы не имели даже этого. Но во Христе мы не то, что это имеем. Мы имеем намного больше. Мы рожденные дети Бога. Дети Бога. Вы просто вдумайтесь в этом. Иногда разум наш, он не даст нам это до конца осознать. Но мы, Библия говорит, что мы дети Божьи. Мы рождены от Него. Иоанна 1, 12. Сегодня будет очень много Слова Божьего. Чтобы все было подтверждено Словом Божьим. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Итак, если мы приняли Иисуса Христа, мы от Бога рождаемся. Итак, следующие привилегии. Мы сегодня будем говорить о том, что люди в Новом Завете имеют те привилегии, о которых ветхозаветные даже и подумать не могли. Как я говорю, Соломон даже не мог подумать, Моисей даже не мог подумать, Давид не мог подумать, Авраам не мог подумать, хотя Авраам назван другом Божьим. Но мы имеем намного больше, и мы имеем именно привилегии не из-за того, что это мы, а из-за того, что это Новый Завет, и мы родились в это время. Люди, жившие до Христа, были ветхозаветные, а мы во Христе новозаветные. Мы не относимся к Старому Завету, к Ветхому Завету, мы относимся к Новому Завету, 2 Коринфянам 5.17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Вот просто себе представьте, что вы слышите такую проповедь во времена Авраама, или во времена Моисея, или во времена еще кого-то, пророков. Просто себе представьте, такое даже в голову не могло прийти. Итак, кто во Христе? Они только ждали Христа. У них только пророчества были о Христе, что Он должен прийти и избавить. А что дальше будет? Они даже не знали. А Библия говорит, итак, кто во Христе? Теперь уже не просто это мечта, это не просто будущее, это настоящее. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, Ветхий Завет прошел, теперь все новое. И Ветхий Завет, Библия говорит, это тень будущих благ. Это тень нового Завета. Это тень, которая падает от Христа. Новая тварь. Что это такое? Это новое творение Божье. То есть рожденный свыше христианин. Итак, ты уже не просто человек, грешный человек, падший человек. И знаете, это не относится к нам, вот эта поговорка. Да все мы согрешаем, все мы люди грешные, все мы под Богом ходим. Извините, мы дети Божьи, мы не грешники. Могут ли ошибаться дети Божьи? Конечно. Конечно. Но это все равно статус не меняется. Ты ребенок Божий. И взяв хлеб, Луки 22, 20, здесь Иисус берет на последнем дне, перед своей казнью, перед тем, как его арестуют, и обратился к ученикам и ко всем нам, кто поверит в него. И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоряе, «Сия есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание, так же и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». Итак, с чего начался новый завет? Почему мы новозаветные, а они старозаветные? Почему? Потому что кровь Иисуса Христа, именно кровь Иисуса Христа отделяет ветхий завет от нового. Именно сам Господь Иисус делает это. Сам Господь Иисус, Он имеет вот это разделение до и после. Поэтому мы, те, которые омыты кровью Иисуса Христа, мы, которые в новом завете находимся, Бог с нами, с церковью заключил новый завет. Мы не говорим, нигде не видим в Библии, что Иисус учил десяти заповедям. Итак, не делай это и не делай то. Нет, Иисус сказал, возлюби Бога и возлюби ближнего. Если мы будем делать эти две заповеди, будем стремиться, автоматически мы входим в десять заповедей. Но если же мы пойдем неправильным путем и начнем исполнять десять заповедей, то мы никогда эти две не исполним, и, соответственно, мы никогда не будем совершенными. Итак, привилегии нового завета. Это привилегии. Я просто хочу, чтобы мы увидели, чтобы мы не грустили, чтобы мы не думали, что мы так плохо живем, что у нас все так не так, как было в одни Ильи или в одни Моисея, когда они слышали эти слова, чтобы мы увидели, насколько больше благ распространяется на нас, насколько у нас есть привилегии, которые не было у Моисея, и не было у Ильи, и не было у других, их у Самуила не было, ни у кого из них. Итак, в Евреям 8, 7. Если бы первый завет был без недостатков, то не было бы нужды во втором. Но Бог, видя недостатки людей, говорит, приходят дни, говорит Господь, когда я заключу новый завет с домом Израиля и с домом Иуды. Этот завет будет не таким, какой я заключу с их праотцами. Когда я за руку вывел их из Египта, потому что они не были верны завету со мной. И я отвернулся от них, говорит Господь. Поэтому я в будущем заключу с домом Израиля такой завет, говорит Господь. Законы мои я вложу в их разум и запишу их в сердцах. И я буду их Богом, а они будут моим народом. И уже не будут друг друга учить. И брат брата, говоря ему, познай Господа, потому что меня будут знать все от мала до велика. Ведь я прощу их беззаконие и больше не вспомяну их грехов. Он назвал этот завет новым. И тем самым показал, что первый завет устарел. А то, что устарело и обетшало, скоро исчезнет. Итак, мы видим, что первый ветхий завет, он не был плохим. У Бога был план, переходный план постепенно. Ты никогда не узнаешь, что такое хорошо, если тебе не было плохо. Ты никогда не узнаешь, что такое истинная радость. Ты никогда не узнаешь, что такое настоящая любовь, настоящая дружба. Ты никогда не узнаешь, что есть настоящее, если ты никогда не увидел, что есть другое. Итак, мы видим, что Бог заключил завет, но знал заранее, что будет еще другой завет, через кровь Его Сына. И сегодня Бог не воспринимает нас. Не воспринимает. Раньше, если люди могли прийти пред Бога и сказать, Господи, я исполняю 10 заповедей. Я исполняю 10 заповедей. Знаете, как молодой юноша. Я исполняю все 10 заповедей. Почему у меня проблема внутри? Откуда проблема? А Иисус ему говорит, твоя проблема, то, что тебя нету в моей жизни, вот твоя главная проблема. Вот, и Он позвал его, будь со Мною, иди, следуй за Мною. И он не смог. Понимаете? Ветхозаветные, следующая привилегия. Новозаветных верующих. Ветхозаветные люди ожидали Мессию. А мы общаемся с Мессией. Как мы в песне пели, мой друг и царь, помазанник, то есть Мессия, мой друг и царь, он не просто стал моим Богом, которого я боюсь, которого я, знаете, трепещу, и только в ногах. Он друг. И он сам сказал, вы больше не рабы мои. Вы, друзья мои, я вас зову к себе в комнату, к себе домой. Написано, раб не пребудет в доме господина, сын пребудет в доме господина. Итак, мы дети, и мы входим, и мы говорим, папа, мы обращаемся к Богу и называем его отцом. Вы где-то такое в Старом Завете можете найти, чтобы кто-то называл Бога отцом, папой, как Библия говорит, а воотче. А воотче для нас звучит непонятно. Но если перевести, это уменьшительно, ласкательное слово папа. И сегодня к Богу верующие обращаются, говорят папа. Представляете? А почему? А почему не могли эти старозаветники? Потому что у них не было этих откровений. Не было еще Христа. Потому что Христос принес совершенно новое. Он принес взаимоотношения сына и отца. И Он показал нам их. Мы думаем, для чего пришел Иисус? Спасти нас от ада? Да, спасти нас от ада. Но не только. Он принес нам также взаимоотношения. Он показал пример. Вы знаете, что если ребенок никогда не видит хорошего примера, то он вырастет с плохими примерами и еще может преуспеть в плохом. Но если ему показать добрый пример, он будет брать этот пример. Он будет также вести себя по-хорошему в жизни. Вот почему Иисус позвал учеников. И вот почему они с ним были день и ночь в течение трех с половиной лет. И когда он находился с ними, он общался с отцом. И не скрывал это от них. Он всегда говорил отче, благодарю тебя за то, что ты услышал меня. И все евреи там быстрее камни искать. Как это он Бога называет отцом? Богохульник. Он говорит, это естественно, я его сын. И они готовы были убить его за это, за то, что он сделал Бога своим отцом. Как тебе не стыдно и так далее. Но Иисус всегда, он даже когда Лазарев пришел воскрешать, он говорит, отец, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я тут не просто у тебя вымоляю, я молюсь просто ради них, чтобы они видели, как надо общаться с тобой. Ветхий Завет показывает нам отношения рабов, знаете, и царя. А Новый Завет показывает нам отношения отца и сына. И поэтому Иисус и говорил притчу о блудном сыне, что был отец и был сын. И вот потом они, знаешь, у них была проблема, но эта проблема решилась. И они были снова в любви, им было хорошо, им было весело. Представь, тебе с отцом может быть плохо, просто потому, что у тебя нет о нем откровений. Вот многим с Богом плохо. Вот я вам скажу, что новозаветный, вот, например, это не новозаветный Бог, это один и тот же Бог, просто он открывается по-разному. И вот кто-то, имея столько привилегий в Новом Завете, может сказать, но мне с Богом скучно, мне в телефоне веселее, мне с Богом что-то как-то скучно, как-то мрачно. Я тебе скажу, почему. Ты его не знаешь, ты его не распробовал, но когда ты его познаешь, когда ты вкусишь его, ты больше другого ничего не будешь хотеть. У тебя будет все твое нутро искать снова его. Итак, ветхозаветные люди ожидали Мессию, а мы общаемся с Мессией. Иоанна 4, 24, 25. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Она говорит, я знаю, что придет, это будущее, и я так хочу встретить Его, Он нам все расскажет, Он нам все покажет, Он нас научит, Он поможет нам, Он избавит нас. Внутри ее теплилась эта надежда. А Иисус ей, возьми, скажи. Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобою. И у нее шок, у нее шок. Она всегда думала о будущем, но она не могла понять, что Бог вам в настоящем. И Он взял и открылся ей. И вы не представляете, просто конца счастья ее не было. Границы каких-то счастья ее не было. У нее настолько переполнила благодать, которая исходила от Иисуса. Дух Святой, любовь, все вместе, оно просто ее как обдала ее, как кипятком обдала. Ей так было хорошо. Деяние 7,37. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня его слушайте. Пророк Моисей. Он видел, он имел откровения, небольшие откровения, которые Бог давал ему, что придет Христос, придет Мессия. Он совершенно придет, новый порядок принесет, он принесет новые отношения, он принесет намного больше. Знаете, что принесет? Вот как будто у тебя есть аванс, а он принесет тебе зарплату. Вот тебе дали аванс, Ветхий Завет, но когда Иисус придет, он принесет тебе остальную часть твоей зарплаты, и она будет настолько велика, чтобы нам представить, о чем говорил Моисей, что он придет, его слушайте, как меня, и слушайте его, он указывал на Христа, но это надо было ждать еще несколько тысяч лет. Сегодня уже несколько тысяч лет прошло, как мы находимся в самых больших благословениях, так почему же они не в нашей жизни? Потому что надо это все понять, к этому надо прийти, об этом надо услышать. Тебе нужно услышать, что находится на твоей земле. Представь, у тебя есть твоя земля, клочок твоей земли, ты ходишь, плюешь на нее, топчешь, она у тебя там сухая, и ты даже не знаешь, что у тебя под ногами, какие алмазы у тебя там внутри, какие слитки, золото, самородки. И просто представь, что если кто-то к тебе приедет, какая-то компания просто тебе спросит, просто тебе скажет, ты вообще знал, что находится внутри твоей земли, ты хоть знал, что у тебя там, ты такой скажешь, что может быть в земле хорошего, кроты, червяки, а тебе представь, просто представь, тебе говорят, знаешь, мы точно знаем, что вот на этой территории алмазы находятся, месторождение алмазов и золота. Я не знаю, бывает ли такое в природе вместе, алмазы и золота, а давайте представим, что бывает, и у тебя алмазы и золото, которых ты не знаешь, у тебя есть Бог, которого ты не знаешь, ты просто веришь в Него, ты Его позвал, но ты еще не открыл Его до конца. Это было то же самое учеников, когда Иисус их позвал за собой, они следовали за Ним, следовали за Ним, за Иисусом, что мы Иисуса что ли не знаем, не видим, и потом бац, Иисус делает какое-то чудо, у них шок, у них глаза вот такие большие, у них страх Божий, и они говорят, кто это, что и море, и волны повинуются Ему, кто это, кто это, который может открывать очи слепым, не может это делать человек, кто это, который может накормить пять тысяч человек из двух рыбок и пять хлебов, кто это, последнее, что я хочу сказать, чтобы Богу сотворить всю вселенную, землю, человечество, все, что на земле находится, Он ничего не затратил при этом, ничего, Он просто говорил Слово и это появлялось, Словом сотворил весь мир, а теперь задумайтесь, Он человека сотворил, Ему ничего это не стоило, ни капли труда, Он не вспотел, потому что Он Словом творит, но чтобы приобрести человека, чтобы выкупить его, Он отдал все, что имел, представь, чтобы с человеком быть, Он на крест пошел, Он умер, то есть Саму заплатил высокую цену, которая может быть оценена во всей вселенной, во все времена, это кровь Сына Божьего, и Он заплатил ее, представь, ты для Него дорог, и Он не хочет меньшей любви, Он не согласен на меньшую любовь, поэтому Он говорит, вас люби Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью, и теперь представь, когда Он безумно любит тебя, и представь, ты Его начинаешь просто сильно любить, и вы встречаетесь, представь, что может произойти, представь, какая-то вспышка, какая-то сильная встреча, какая-то сильная любовь, это и есть счастье, это и есть счастье, когда два влюбленных взаимной любовью любят друг друга, в основном у Бога, знаете, однобокая любовь, Он любит, но Его нет, Он хочет человека, а человек не хочет, Он даже верующих любит, даже верующим многим не нужен Бог, но не нам, да, аминь, да, будет так, аминь.